ЦРУ предрекают войну между Китаем и Тайванем. В этом десятилетии Сыдзиньпин смелился на использование силы для установления контроля над Тайванем. Такое заявление сделал директор разведывательного управления Уильям Берн в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспинского института. По его словам, полномасштабная война в Украине стала уроком для других. Китай, видимо, принял к сведению, что необходимо контролировать информационное поле и принять все меры, чтобы защититься от вероятных санкций. И подробнее об этом поговорим с нашим следующим гостем. Это Максим Ели, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета. Здравствуйте. 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 Ну вот Китай, да, пригрозил США жесткими мерами, если спикер Конгресса посетит Тайвань. Что это могут быть за меры и как дальше по-вашему может развиваться ситуация? Ну, естественно, первый шаг, который обычно следует после того, как другая сторона нарушает с точки зрения того или иного государства их внутреннее законодательство, следует дипломатический демарш Нота. Затем, если мы смотрим на ситуацию более широко и анализируем то, что происходит за последний год-полтора именно, значительное увеличение количества учений китайской армии, нарушение воздушного пространства Тайваня, естественно, ситуация накаляется. И тут я абсолютно согласен с предыдущим ваш сюжет, что Китай очень внимательно смотрит за развитием российско-украинской войны. В принципе, Путин уже серьезно подвел Си Цзиньпиня. Я вполне допускаю, что предварительная договоренность была в том, что если авантюра Путина реализуется достаточно быстро, как они планировали за несколько дней или максимум недель, то в зависимости от реакции Запада следующим шагом будет Тайвань. Ситуация накаляется. Я хочу подчеркнуть, что уже этой осенью Си Цзиньпинь наверняка пойдет на третий срок. Все законодательные преграды для этого были уже устранены. И, естественно, для него так называемый «Крым наш» аналог будет крайне важным для поддержки своей, для увеличения среди населения Китая. Что касается мер, которые могут также последовать, возможно, высылка дипломатов. То, что будет дипломатический демарш, заявление МИД, это безусловно. Затем могут усилиться подобные провокации, о которых я уже говорил, в территории Тайваня. Возможно, будут непрямые действия. Естественно, Китай не пойдет на прямую конфронтацию. Но это будет обязательно использовано и для внутренней пропаганды, как раз для того, чтобы создать врага и готовить обоснования для возможного вторжения. Пока, если мы смотрим участие Китая в российско-украинской войне, на дипломатическом фронте он поддерживает Россию, но, тем не менее, если говорить об экономике, о поставках вооружения, он удерживается от оказания военной помощи России. Соответственно, какие шаги будут вырабатываться, кроме тех, которых я уже обозначил, сложно сказать, но на прямую конфронтацию с США, естественно, не пойдет. Скорее всего, на данном этапе все ограничится дипломатическим Димашем. До разрыва дипломатических отношений также, естественно, не дойдет, потому что Соединенные Штаты являются главным рынком для китайской продукции, а в условиях пандемии, кредита, экономической стагнации, идти на такие шаги будет, мягко говоря, нецелесообразно. Но, подчеркну, главное, это будет использованный подобный визит для нагнетания обстановки, противостояния со Соединенными Штатами в информационной сфере. Возможно, будут какие-то непубличные также шаги, в частности, относительно помощи военной России, но это будет однозначно не сразу. Сегодня Конгресс США потребовал объявить Россию страной-спонсором терроризма. Если этого не сделает Госдепартамент, то Конгресс сделает это самостоятельно. Вот так заявила спикер Нэнси Пелоси. Если это произойдет, в какой компании окажется Россия, и какие для нее будут последствия? Все, безусловно, страны, которые являются и объявлены уже официально странами-спонсорами терроризма, сложно сразу ответить. В голову сразу приходит Северная Корея, Иран. Это главное государство, которое находится под санкционным давлением Соединенных Штатов многие годы, и которые внесены в этот список. Что касается последствий, там есть такая организация ФАТФ. Это приведет к ужесточению санкционного давления в финансовой сфере, ограничения возможностей, которые, в принципе, и так уже ограничены. Но, по крайней мере, лазейки для обхождения санкций, для торговли газом с тем же Европейским Союзом у России пока имеются. Но мы давно ждем этого шага. Заявление на НСП Пелоси – это крайне важно. Другой вопрос, что они являются, я имею в виду, с госсекретарем Блинкеном, членами одной команды, президента США, поэтому сложно представить, чтобы подобные заявления не были согласованы. Тем более, госсекретарь подчиняется администрации Джо Байдена. Скорее всего, это как раз подготовка такая к принятию этого решения. Но имеет все-таки в основном политический характер, личный в том числе для Нэнси Пелоси в целях поднятия своего рейтинга, демонстрации своей воинственности. Хотя, в принципе, упрекать ее в каких-то симпатиях России прежде, в мягкой телости, невозможно. Так что ждем этого решения. Я уверен, оно приведет к еще большим санкциям Соединенных Штатов, которые смогут затем давить и на других своих партнеров, которые, по крайней мере, стараются всеми силами избегать введения санкций. Речь, конечно, идет в первую очередь о европейских странах, других партнеров Соединенных Штатов, но не о Китае, Индии и арабских странах, к примеру, которые по-прежнему сохраняют свой нейтралитет. Вот уже в ближайшие дни Украина получит новый пакет оборонной помощи. Это итоги четвертой встречи в формате Ранштайн. В итоговой декларации главы 50 оборонных ведомств заявили, цитируя, что никакой усталости от войны у них нет, они с Украиной будут до победы. Это, наверное, лучший ответ российской пропаганде, которая уже несколько недель закидывает фейки, что Запад устал помогать Украине. Как вы считаете? Безусловно, это очень важное заявление, и оно разбивает российскую пропаганду, которая активизировалась последние несколько месяцев на дипломатическом фронте, активизирует своих агентов влияния в многих странах Запада, в первую очередь Европейского Союза, той же Германии, Франции, которая имеет ключевое значение. Это крайне важный сигнал не только для Украины, но и других партнеров, в первую очередь Запада, Европейского Союза, которые входят в коалицию Рамштайна, а там не только страны Европейского Союза и США, мы знаем Канаду, Австралию и так далее. Поэтому это серьезный удар по российской пропаганде. Ну и для нас также это важный сигнал, потому что определенные побоевания, опасения у нас также вызывало, особенно это касалось того же господина Шульца, к примеру, за последние три недели они поставили нам всего лишь 42 тысячи сухпайков для вооруженных сил и сокращили нам военную помощь. И также, я уверен, в кулуарах говорили с представителями и Германии, и других стран, которые колеблются, либо, мягко говоря, не полностью выполняют уже взятые на себя обязательства по оказанию военной помощи Украине. Максим, спасибо огромное за ваши комментарии. Я напомню, Максим Ели, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета, был с нами на связи. Субтитры создавал DimaTorzok